Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Эпиграфом к этому ролику я решил сделать такие слова. В повести сказки детально описан изотерический летательный аппарат. Мана Джава. Мысли лед. Напоминаю также этот отзыв часть моей новой публицистической книги. Были ли Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами тайного общества диск? Она сборник моих отзывов на книги указанных писателей с учетом их возможной конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Вот как выглядит обложка книги. Повесть-сказка Владислава Крапивина «Ковер-самолет» впервые была опубликована в 1976 году в журнале «Пионер». Номер седьмой и десятый. Именно там я ее первый раз и прочел, еще в детстве. Было это минимум 40 лет назад. Нужно также отметить, что в «Пионере» был опубликован журнальный вариант повести. И перечитанный мною ее вариант сейчас куда полнее и куда объемнее. Вот как выглядит обложка книги. В детстве, я хорошо это помню, сказка произвела на меня очень сильное впечатление. И похоже, как ни странно, но именно поэтому я и не перечитывал ее больше сорока лет. Возможно, боялся, что с высоты прожитых лет разочаруюсь. Но должен сразу сказать, закончив ее перечитывать, я ни разу не разочаровался. Самое главное мое детское впечатление здесь такое. Эта книга, но ни разу не сказка. И подобный невозможный вроде бы летательный аппарат на самом деле вполне возможен реальностью. И еще одна деталь. Я так даже в детстве остро почувствовал, что в моей жизни такого ковра самолета не будет. Но это не важно. У меня просто несколько другая дорога. А то, что такие ковры самолеты возможны, это очень хорошо. Еще одно сильное детское впечатление. Ковер самолет летал на довольно больших высотах. Это был именно ковер. То есть на нем не было даже никакого ограждения, скажем, как на балконе. Но дети, герои сказки, нисколько этого не боятся. Они сидят на этом ковре на большой высоте, свесив ноги, ходят по этому ковру. А единственная в их компании девочка с веткой, или как они ее называют, ветка, которая мечтает стать балериной. На этом ковре даже танцуют. Понятно, опять на заоблачной высоте. И что такое возможно, я тоже тогда поверил сразу. Хотя я прекрасно понимал, что выглядит это совершенно недостоверно. В детстве я жил в пятиэтажке. И, понятно, мы, будучи детьми, часто забирались на ее крышу. И не так уж и редко подползали к самому ее краю. И мечтали сесть однажды на крыше, свесив ноги вниз. Но никто этого сделать так и не решился. И понятно, что это очень хорошо, что никто так и не решился. Но у детей, героев этой сказки, такой проблемы нет и близко. И ее нет потому, что ковер-самолет не только ковер-самолетов. Он еще их и друг. Он самый настоящий и очень хороший друг. Он постоянно заботится о них. И они постоянно это чувствуют в воздухе. Когда нужно, он просядет, создав некое удобное углубление. Когда нужно, поднимет край. И так далее. И с настолько надежным другом. Не страшно даже на заоблачной высоте. То есть мы опять имеем в этой сказке одушевленный предмет, который, по идее, души иметь не должен. Как такое может быть, я уже объяснил. Вот именно другую сказку Крапивина. Сказку «Старый дом». Интересно также, как данный ковер-ношу детей, которым стал другом. Два мальчика, можно сказать так, почти живут вместе. Один мальчик живет в старом деревянном доме, в котором есть мезонин. И он в полном его распоряжении. Мезонин довольно просторный. Они попросили у родителей разрешения иногда в этом мезонине ночевать вместе. И таким образом почти там живут. Одна из их любимых игр – это игра в солдатики. Действие происходит в 50-х годах и с оловянами, и пластиковыми солдатиками. И еще проблемы. Но они легко лишь решают их самостоятельно, рисуя солдатиков на бумаге, а потом вырезая ножницами. И у них уже большая армия. Но мезонин старый. Пол плохой. И из-за того, что они постоянно ползают по нём, в них на коленках царапины, ссадины и так далее. И хозяйка дома дает им старый ковер, чтобы решить эту проблему. И вот дальше выясняется, что ковер может летать. И, что еще важнее, может быть надежным и верным другом. Дальше им, понятно, приходится пережить с этим ковром много приключений. Один раз они даже с помощью этого ковра помогли милиции задержать преступников. В общем, классическая сказка о детской мечте. Но, наверное, у меня все же не зря. Между первым и вторым прочтением этой сказки прошло сорок лет. Вот интересная цитата из этой сказки. Диалог её главных героев. Лучше зачитаю. Значит, ковер-самолёт не сказка? Нет сказка. Только по правде, возразил я. А может, это такой аппарат? Помнишь книжки о тайне «Жёлтой звезды»? У их нежителей такие летательные аппараты были. Мы с ними управлялись. Мы с лёдами. У них это было изобретено. Как её? Ну, против тяжести. Антигравитация. Вспомнил я мудрёное слово. Ну, так это же на той планете. А у нас откуда? Ну, прочли дети научно-фантастическую книгу, в которой описана антигравитация. Что тут вроде бы такого? Всё бы ничего. Да только я почти всю жизнь любитель научной фантастики. А вот такой книги «Тайна «Жёлтой звезды» не знаю». И уж тем более, я первый раз слышу о книге «Научство фантастическое», в которой есть мысли о лёд. И, естественно, я поискал эту книгу в интернете. И не нашёл. Не повезло? Может быть. У каждого, в конце концов, есть возможность проверить мои слова и поискать такую книгу самостоятельно. А ковёр именно мысли о лёд. Он летает именно силой мысли, ребят, и управляется их мыслью. И они уверены, что он может летать даже в космосе. И делали такие эксперименты. И ковёр их подымал куда более, чем на заоблачную высоту. Но им становилось холодно и тяжело дышать. И они очень жалеют, что у них нет высотных скафандров. И есть другая книга. Вайманика Шастера. Наука о воздухоплавании. Эзотерическая книга, написанная на Сан-Стрите, ориентировочно в 1923 году. Написанная якобы с помощью автоматического письма. Автоматическое письмо, если кто не знает, это если кто-то из мира по ту сторону смерти просит тебя временно одолжить своё тело для того, чтобы написать на бумаге нечто ложное для нашего мира. Феномен автоматического письма наукой не объяснён. Но известно, что он существует. Фактов много. Известно также, что при таком письме почерк человека, который пишет, меняется полностью. И основная эта книга была в Индии в 1952 году. И вот в этой книге, да, есть мысли Люты. Или Манаджава. И они управляются силой мысли. И самое главное, могут летать где угодно. И могут летать со скоростью, намного превышающей скорость света. Поскольку скорость мысли намного выше скорости света. Совпадения? Не знаю. В прошлых отзывах я уже детально показывал, сколько украпивено таких совпадений. Поэтому лично я в то, что это совпадение, совершенно не верю. Вообще предметы, у которых есть душа, думаю, очень интересный момент. В творчестве писателей, членов диска. Которому я должен признаться, до сказки «Старый дом» не уделял должного внимания. Теперь буду иметь это в виду. Тем более, что цикл «Летящие сказки» на момент написания данного пузова я начал только-только проработать. Думаю, интересные мысли и находки у нас еще будут. Безусловно, рекомендую сказку про чтение. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok